25 апреля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга проходит круглый стол, главная тема которого – взаимодействие власти и IT-бизнеса. Дело в том, что наши технологии очень быстро, волненосно развиваются, особенно в условиях импортозамещения. И для того, чтобы принимать корректные и правильные решения, нужно успевать узнавать о тех новостях, которые у нас происходят. Поэтому такие мероприятия, как сегодня, позволяют колоссально продвинуться в понимании того, что происходит на IT-рынке. Организаторами встречи выступили постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации и фонд содействия развития социальных программ и проектов Марии Михайловой. Основной целью было знакомство между, во-первых, представителями IT-бизнеса Санкт-Петербурга, между общественными организациями, общественниками, которые это направление представляют, и, конечно же, представителями власти, депутатами законодательного собрания. Мы должны были пообщаться и наметить возможные варианты сотрудничества. Я считаю, что нам это удалось. Акцент был на внедрении цифровых технологий в различные сферы работы муниципалитетов, работы муниципальных учреждений, их маршрутизация, работа с аудиторией, работа с клиентами потенциальными, пользователями услуг. Безусловно, как в Петербурге, так и в России в целом очень важен диалог власти с населением. Для этого необходимо создавать различные онлайн-электронные кабинеты, для того, чтобы можно было эффективно общаться с властью, чтобы у жителей была возможность задавать вопросы, оперативно получать ответы на них. Важно, чтобы власть была представлена на различных IT-ресурсах, для того, чтобы жители знали, к кому обратиться с каким вопросом, и в целом понимали, как устроены ведомства, что за что отвечает, и были в курсе, куда обратиться в случае такой необходимости. Сегодня эксперты обсуждают не только планы развития комфортной городской среды, улучшение эффективности деятельности городских служб и органов власти, но и реальный опыт городов России. Решение таких масштабных и важных задач возможно только при тесном взаимодействии государственных структур и IT-бизнеса. Нашим проектам, таким глобальным, необходима поддержка государства, потому что чаще всего, собственно, бизнес может не справляться с такими глобальными вопросами, как, например, наш проект «Маяк» по нахождению волонтеров. Как минимум, реклама от государства всегда будет плюсом. Я считаю, что основной заказчик на текущий момент для бизнеса – это власть. Именно поэтому сейчас дело крайне важное. Для нашей законодательной власти, для нашей исполнительной власти очень важно быть в контексте того, что население считает и как думает. Поэтому собирать обратную связь, анализировать способами, которыми это делалось ранее, довольно сложно. Сейчас существуют технологии, мы их успешно применяем по анализу больших данных социальных сетей, сетей сотовых операторов, сети операторов фискальных данных, для того, чтобы понимать, где присутствуют туристы, что нравится туристам, что туристы. И наши жители думают о городе, как тратят деньги, где перемещаются. Поэтому информационные технологии, которые мы применяем сейчас, позволяют нам очень оперативно реагировать на ситуацию, принимать корректные решения. Если граждане не участвуют в принятии решений, если власть пытается сама определить приоритеты и конкретные проблемы, задачи, то накапливается негатив, растет недоверие к властям. Это все негативно сказывается на тонусе, на состоянии нашего общества. Особенно в ситуации, когда наша страна проводит специальную военную операцию, мы находимся фактически в конфронтации с Западом, нам важно поддерживать и укреплять внутреннее единство. И, безусловно, цифровые технологии этому способствуют и поддерживают. На текущий момент мы сосредоточились на разработке собственных программных продуктов. И, скажем так, это основное, то, что необходимо для того, чтобы мы получили все-таки свою независимость. На текущий момент есть финансовые меры поддержки, связанные с налогообложением, насколько мне известно. То есть это сниженные ставки налогов на доходы сотрудников. Присутствует также еще система грантов, которая позволяет, скажем так, интересным идеям, проектам IT-отрасли, IT-компаний получить стартовый капитал для того, чтобы проект запустился. Убежден, что у нас достаточно средств для общения IT-компаний с властью, их количество еще больше увеличивается. Важно, чтобы эта работа, она была эффективно организована, и город получал максимальное благо, общественное благо, развивался. Таким образом, за ним тянулись бы другие регионы нашей страны, и страна шла вперед. По сути, абсолютно все аспекты городской жизни так или иначе связаны с IT-технологиями. И, естественно, от их развития зависит, насколько данные процессы выстроены эффективно и удобно для жителей. После презентации проектов спикеров и дискуссии участники встречи еще раз подчеркнули важность поддержания диалога между IT-компаниями и государством. Остается только надеяться, что все поставленные сегодня задачи будут реализованы.